Красноярск И картина получилась на самом деле у всех, конечно, она разная, потому что каждый по-своему видит льва, у кого-то это сначала был верблюд, бегемот, тигр, в общем, разные животные, только не то, что нужно было. Я попрошу девочек просто развернуть свои шедевры и показать всему Красноярску, что даже если ваши руки растут не из того места, откуда это может быть, то не все потеряно, и может быть прекрасная картина, которую можно, куда вы ее денете, Алена? На кухню обязательно повешу. С утра должны быть какие-то яркие цвета. Первое, что хочется видеть, это какой-то ляпистость. Отлично, которая будет, кстати, поднимать настроение, в принципе, да, вот, отлично. Ну, я думаю, это будет хороший подарок. Инна, вот расскажите, куда ваша картина пойдет? На самом деле я просто в восторге, я хочу подарить ее маме своей. Отлично. Ну, отличный подарок, и, в принципе, чтобы вы видели, что утренний кофе сегодня как раз тоже не сидел, сложа руки, тоже рисовал. Я, конечно, не Малевич, но лев у меня, надеюсь, был все-таки похож на льва. Ну, я скажу сразу, что это может нарисовать любой красноярец, и Мария Гасанова как раз-таки научит. Давайте еще раз напомним, когда проходят такие арт-вечеринки, и, в принципе, что же с собой нужно принести? Эти вечеринки проходят два раза в неделю, можно сделать, даже если будет много желающих, три раза в неделю. Во многих красноярских ресторанах, либо в Капайске мы договариваемся с администрацией, с собой нужно принести только хорошее настроение. Мы будем пить чай, разговаривать, общаться с людьми, знакомиться друг с другом и заниматься творчеством на арт-вечерах. Отлично. Ну, на самом деле, это все после работы, так что, если вам нечем заняться, и душа требует какого-то творчества, какого-то вот такого вот результата, скажем так, то добро пожаловать на арт-вечеринки. Преподаватели самые опытные, самые лучшие в Красноярске, и, конечно, они вас научат рисовать, и это будет хороший подарок не только себе, но и своим близким. У меня на этом все. Коллеги, вам слово.